Приветствую вас. Вы знаете, я начну свой ответ не с того, что ответит на ваш вопрос, попытаюсь, а с того, что скажу вам о вашем отношении к себе, которые, на мой взгляд, вызывают вопрос. В первую очередь, вы почему-то считаете, значит, ну, вы считаете вправе себя, вы считаете себя вправе обесценивать. Вы считаете себя вправе обесценивать, значит, себя же, вот, почему-то. Что с обесцениванием? Обесценивание, значит, оценка, по сути. Вот. Вы считаете, по сути, об оценке. Обесценивание не взялось просто так. Обесценивание не может взяться на ровном месте. Обесценивание всегда берется откуда то. Вот. И, соответственно, это первое. Первый важный момент. Что вы себя обесцениваете. По какой причине вы это делаете? Из-за чего вы это делаете? У кого вы научились обесценивать себя? Это вопрос. Это важный вопрос, на который вам необходим найти ответ. В том числе, вместе с психологом. В том числе, понимаете, какая история. Дальше. Товершенно очевидно, на мой взгляд, что вы не уверены в себе. Товершенно очевидно. На мой взгляд, что вы в себе не уверены. Потому что вы обращаете внимание на такие вещи, как взгляд, мимика и так далее. Это может что-то значить, но может не значить ничего. Это всегда лотерея, определенно. Вот. Но вы на это обращаете внимание. Из-за чего и почему? Из-за недостатка реального общения, реального взаимодействия. Если бы было реальное взаимодействие, то времени на вот это, то, о чем вы спрашиваете, не было бы. С другой стороны, с другой стороны, вы бы почувствовали бы все. То есть, своим чувствам, вашим чувствам, да, нужно доверять, как минимум. Вот. А вы этого не делаете. Вот. То есть, не доверяйте своим чувствам. Хотя я уверен, что ваши чувства, ваша интуиция, она подсказывает вам, что, собственно говоря, происходит. И здесь еще один момент. Вы, вы себе не доверяете. Это тоже важно, важно понять. Вот. По какой причине вы себе не доверяете. Вот. В следствии, чего вы себе не доверяете. То есть, первое, это обесценивание. Второе, это неуверенность. Третье, это недоверие своим чувствам. Ну, в принципе, это то же самое. В принципе, это то же самое. Что и, в общем, недоверие. Третье, тут у вас есть сходят. Третье. Теперь. Эммм. Что, что касается... Вопрос. Ваш. Что, что касается вопрос. Ощевидно. Очевидно. Ощевидно. Совершенно, совершенно. Очевидно, что у девушки, ээмм. вам есть какое-то отношение. Вот. То есть, ну, есть, вот, какое-то восприятие вас. Понимаете? Это может быть хорошее восприятие. Может быть не очень хорошее восприятие. То есть, как бы, ну, не очень пока всё, да, понятно, она, собственно говоря, с чем связано вот то, что она улыбается. Да, улыбается. То есть, может быть, это связано с радостью от того, что она видит вас. А может быть, это связано и с чем-то другим. Вот. То есть, как бы, это вот такой момент, на мой взгляд, который очень желательно прояснить, потому что это важно. Ну, вот, в принципе, всё. У девочки есть какое-то отношение к вам, как минимум. И вы, вы можете, вы можете его отношение поменять. То есть, если, то есть, если, к примеру, если, у девочки отношение к вам, допустим, позитивное, вы можете его развить. Вот. Но, вот по факту, если говорить, что у неё к вам есть какое-то отношение, если говорить, то у неё к вам есть какое-то отношение. И в этом смысле это хорошо. Потому что какое-то отношение лучше, чем никакого вообще. Потому что, если бы, если бы отношения не было никакого вообще, то вам было бы сложнее что-либо, например, выстраивать. Ну, в принципе, да. Ну, в силу, в силу того, что отношение приходит бы, приходит бы строить только вот на, ну, таких вещах. Как? Заново. Вот. А так, у неё уже есть там какое-то отношение, и это, в принципе, здорово. Вот так. И, соответственно, разбираться вам нужно не с тем, что это значит, да, не с тем, как вообще, ну, как это вообще происходит, да. То есть, вот, не с тем, что означает вот эта, ну, вот эта вот история, связанная с, значит, с девушкой, да, и с её реакцией. Вам нужно разобрать на себе свои чувства, да. Вот. К примеру, она вам нравится. Хорошо. Это замечательно, что она вам нравится. Как конкретно вы можете проявить свою симпатию по отношению к ней? Хочется ли вам, допустим, что-то делать, опять же, по отношению к ней? Хотите ли вы что-то предпринять по отношению к ней? Вот это важный момент на самом деле. Понимаете? Понимаете? Какие чувства, например, вы будете, ну, испытывать, чувствовать, если она к вам безразлична, допустим, что вы будете чувствовать в этом случае. Вот. То есть, вот это всё нужно исследовать. Вот это всё, это всё нужно исследовать. И если и когда вы поймёте себя хорошо, если и когда вы в себе разберётесь, да, если и когда вы в себя разберётесь, то вам легче будет с девушкой устраивать отношения, то вам легче будет с девушкой устраивать отношения. И к психологам обращаться не придётся. И обесценивать себя вы перестанете. И если вы обращаетесь к психологу за какой-то проблемой, ну, по какой-то проблеме, если это происходит, то вы это делаете, потому что хотите. Потому что считаете, что это вам нужно, потому что считаете, что это вам необходимо. И это нормально. Вот и всё. Вот. А так, вот сейчас, на данный момент, девушка, если вот увидит, допустим, вас, если она начнёт с вами встречаться, да, даже, ну, кто будет, кто будет перед ней? Кого она увидит? Да, то есть, как бы, вы будете проецировать на неё свою неуверенность, вы будете проецировать на неё свою неудовлетворённость. Понимаете? Вот. И вряд ли, вряд ли будет в этом что-то хорошее. Понимаете? Я не пытаюсь вас как-то, значит, ну, обесценивать, да, я не пытаюсь. Я просто хотел бы, чтобы вы в этот момент учитывали. То есть, на что вы, что получит девочка, начав общаться с вами? Что именно она получит взаимодействие с вами? Это важно. Очень важно. Вот так, на мой взгляд, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь разобраться. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.